Приветствую всех, меня зовут Юлия и сегодня я продолжу цикл о синдроме отмены гормона. Вы, наверное, иногда замечали, что гормон перестает помогать, то есть вы машете какой-то промежуток времени, через некоторое время у вас снова возникает экзема, либо атопический дерматит. То есть промежуток времени между лечением очень короткий. Также кожа становится красная и выходит ощущение жжения. Вообще картикостероиды, то есть гормоны, такие, например, как элакон, гидрокортизон, маметазон и другие, используются для лечения экземы атопического дерматита, либо дисгидротической экземы. Применение картикостероидов при таких проблемах возможно. Применять их нужно правильно, то есть по указанию дерматолога. Не превышать рекомендуемой дозы и длительности лечения и ни в коем случае не мазать картикостероидами, то есть гормонами, самим себе, когда заблагорассудится. Во многих случаях неправильное использование картикостероидов приводит к гормональной зависимости. Что это такое? Ваша кожа больше не может обходиться без гормональной мази. Как только вы снижаете дозу гормональной мази, у вас возникает вновь воспаление и ухудшение вашей экземы. Гормональная зависимость или синдром отмены гормона это ядрогенное состояние, то есть это состояние связанное с употреблением лекарства. В нашем случае это гормональная мазь. В большинстве случаев гормональная зависимость развивается у тех людей, у кого уже есть проблемы с кожей. Например, экзема, либо псориаз, либо у людей, кто осуществляет уход за ребенком и смазывает тело ребенка гормональной мазью. Также синдром отмены гормона, либо гормональная зависимость может возникнуть у того, у кого нет никаких заболеваний. Гормоны могут содержаться, например, в отбеливающих мазях, либо различных китайских мазях, в которых не видно состава. То есть состав написан иероглифами, и вы не можете прочитать, что там находится. Поэтому не покупайте никакие мази, кремы, где не видно состав. Обычно это различные крема, например, как король кожи. В любом случае, если вы видите, что после применения крема вдруг неожиданно у вас белеет кожа и резко проходит воспаление, подумайте над тем, что в этом креме могут содержаться гормоны. Не используйте гормоны в лечении акне, то есть прыщей. Я видела много советов по использованию, например, гидрокортизоновой мази в лечении акне у подростков или у взрослых. То есть так называемые народные советы. Ни в коем случае не наносите гормон на лицо. Синдром отмены гормона характеризуется покраснением, зудом, сжением кожи, которое может принять измерительное состояние. Обычно такое состояние может появиться после использования гормона, либо между курсами лечения гормона. Первоначально гормоны помогают, но со временем применение кортикостероидов все приводит к меньшему и меньшему очищению кожи. И поэтому вам надо будет все время увеличивать либо продолжительность нанесения гормона, либо увеличивать потенцию гормона, то есть его силу. Вам будут прописывать все больше и больше сильные гормоны. Врач будет ошибочно думать, что у вас новое обострение экземы, когда это гормональная зависимость. Первоначальная проблема может обостряться. То есть, например, если у вас была экзема на руках, она будет распространяться на другие части тела. То есть один из симптомов гормональной зависимости или отмены гормонов это распространение на другие части тела, где раньше экземы не было. Какие наиболее распространенные симптомы отмены гормона, либо гормональной зависимости? Это покраснение, либо rebound эффект между применением мазей, новые высыпания и воспаления, которые распространяются по телу и возникают в новых местах, на которых раньше не было высыпания. Сильный зуд, жжение и покалывание. Неспособность гормона справиться с высыпанием. То есть всегда нужно более, каждый раз нужно более и более сильный гормон. И повышенная аллергическая реакция на различные вещества. Какие же симптомы после прекращения использования кортикостероидов? Итак, кожа может покраснеть и будет напоминать солнечный ожог. Видимое и ощутимое шелушение кожи, похожее на снегопад. Сочица эскудат. Чередование кожи между шелушением, воспалением, сжением и эрозией на коже. Так называемые красные рукава. То есть кожа красная на теле, но ладони и ступни остаются белыми. Также может оставаться белый нос и вокруг луб. Измененная терморегуляция. То есть вам становится то слишком жарко, то слишком холодно. Повышенная чувствительность тела, к воде, к увлажняющему крему, к движениям. То есть ваша кожа не может толерировать крем. Он жжет. Нервная боль. Иногда описываемая как бенгальские огни. То есть нервная боль идет из кожи. Увеличенные лимфоузлы. Отек лица, рук, ног. Сухость и раздражение глаз. Атрофия кожи, проявляющиеся в так называемых плановых морщин. Выпадение волос, как на голове, так и на теле. Бессонница и измененные биологические часы. Изменение аппетита. Усталость. Эмоциональные колебания. Депрессия. Панические атаки. Беспокойство. На сегодня я заканчиваю свое видео. В следующем видео я расскажу варианты лечения гормональной зависимости и синдрома отмены гормонов. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Рекомендуйте друзьям. Всего доброго вам и здоровья.